Примерно таким образом мне, когда ясь косыл конюшину, а у меня в руках полуакустическая бас-гитара, изготовленная в болгарском городе Казанлы примерно в 1970-х годах, марки Кремона. Как видим, инструмент имеет характерную для того времени скрипичную форму, получившую популярность благодаря тому, что такую же форму, ну примерно, имел инструмент сэра Пола Маккартни. Инструментов таких в Советском Союзе в то время было немало. Их можно даже увидеть на экране, в фильмах популярных тоже в то время, например, фильм «Архимеды». Однако немногие инструменты дожили до наших дней, многие заброшены, разрушены, пострадали от времени или издевательств хозяев. Мне повезло, этот инструмент достался мне практически полнокомплектным, за исключением вот этих ручечек, которые похожи на оригинальные, но я их доставил. Нашел их, это ручки от какой-то советской радиотехники. Ну и гнездо поставлено все-таки под современный джек, потому что так гораздо надежнее. Меньше шансов спалить аппаратуру, к которой подключен инструмент. А так, бриджик оригинальный, звукосниматели оригинальные. Ну и вот эти упорчики, не самодеятельность, а это заводские детальки. Очень удобно с их помощью играть. Это для игромедиатором, а это для пальцевой техники. Но, кстати, пальцами играть не очень удобно, потому что расстояние между струнами невелико. А вот как раз для быстрых каких-то ходов, исполняемых медиатором, это очень удобно. Гриф очень узкий, как для баса. Скорее напоминает гитарный гриф по своей ширине. Пришлось чуть-чуть повозиться с этим инструментом, поскольку он хранился, видимо, в сырых каких-то условиях. И верхняя дека отклеилась от обечайки, ее загнуло натяжением струн. Вот так вот вверх пришлось ее распаривать, возвращать на место. Ну, все получилось, все держится. Гитара неплохо строит и выдерживает даже натяжение винтажных струн, более жестких, чем современные. Вот струн с плоской навивкой, я их поставил специально для того, чтобы получать вот именно тот винтажный звук. Что еще? Его можно выключить просто и играть тихонечко себе, никому не мешая, сочинять чего-нибудь или просто практиковаться в игре. Конечно, слышно его не очень, но для домашних занятий как раз то, что он будет. Что еще можно добавить? Можно еще немножко сыграть на нем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok